Слишком серьезная задана сегодня тема, и она звучит серьезно не только в нашей аудитории. Безусловно, как сказала Екатерина Викторовна, в тренде, как это принято сейчас говорить, мы находимся в полу. Причем даже в состоянии таких разбросанных еще мыслей, неконцентрированных решений, что не является особенностью украинской аудитории с нашими зарубежными гостями. В таком положении сегодня находятся все аудитории во всем мире. И будучи ответственным, по крайней мере, за те некоторые слова, которые будут сказаны здесь, я внимательно посмотрел самые свежие документы, достаточно высокого уровня обсуждений, вот там, где собирались стейкхолдеры и современного бизнеса, и мировой политики, и тех людей, которые формируют взгляды на мир, даже вот некоторые примеры на столетие вперед. И вот последний круглый стол, который происходил в Давосе, я посмотрел выступление всех, от бывшего премьера Великобритании Брауна, заканчивая, может быть, менее известными людьми, и хотел сформулировать результат этого круглого стола. Ничего там найти нельзя, кроме каких-то, может быть, примеров, с одним только выводом. Наступает время, когда нужно научиться, быстро учиться, учиться новому. И вот такого времени еще никогда не было. С чем это связано? Ну, мы уже чувствуем на завершении 16-го года, что это связано с тем, что мы снова вступаем в 17-й год. Если предыдущего 17-го года, прошлого столетия, эра социализма, которая закончилась в 89-м году, были действительно бурные изменения в мире, то вот это новое столетие, мы видим, что буквально проходят тектонические сдвиги, и мы во всем замечаем, причем это не разовые процессы, ну, казалось бы, шок от выбора Трампа, но эти шоки мы увидим с утра до вечера в новостях, а дальше вообще уже никто не может ничего предсказать. Или, например, явление Брексита, которое, казалось бы, некое разовое явление, вот оно схлопнется, и вот сейчас палата общин так врежет правительству, ничего подобного. Там процентов 10 только не проголосовало, причем не прошло ни одного предложения к изменению того текста, очень смелого, очень динамичного, которое было предложено в плане развития Брексита. Ни одного, даже статус европейцев, которые остаются в Великобритании, никак не изменился по сравнению с первоначальным вариантом. Или, например, то, что сейчас все мы понимаем, что уже не будем предсказывать, но актуальными слова являются и Фрексит, и Грексит, и то, что реально происходят процессы, вот вместо глобализации, теперь уже есть универсальное слово, интернационализация, это та данность, та система координат, если говорить начально, использовать термины математики, начальные граничные условия, в которые должен быть дать дан ответ со стороны образования на те вызовы, серьезные геополитические вызовы, и вызовы развития, долговременного развития экономик, которые сейчас являются вопросами номер один. Часто мы уже вспоминали, хотя уже с сентября прошлого года уходит немножко в прошлое, Ханжоуский саммит, который проходил в Китае, G20, четкие формулировки, где в программе реформ ключевое слово есть skills, кроме науки, инноваций, индустриальной революции, цифровой экономики, вот кроме этого всего, все остальное настолько вторично, что даже не возникает каких-то там больших глобальных вопросов для обсуждения, кроме как может быть некоторых формирований рейтингов, как оценивать каждые страны, исходя из этого. То есть, казалось бы, вот такие общие глобальные вещи, о которых вот сейчас мы начинаем говорить, есть некая, вроде бы, отдельная проблема, а вот и проблема образования, ничего подобного. Насколько будет, может быть, опережающими темпами задано тренд развития образования, особенностей, настолько и будет задано темпы влияния на мир. И вот, и смотря на, опять-таки, на последние события, я вот некоторые экономические вещи назову, потом, как реагируют страны, а потом хочу перейти в конце, что же, вот по моему мнению, может многие будут согласны или нет, надо срочно предпринимать Украине. Вот это, по сути, и суть моего выступления. Не случайно, вот я увидел в программе, я даже забыл, как называется, но слова правильные записаны, а именно экономика, основанная на знаниях и инновациях, как вызов системе образования новой модели экономического развития. А новая модель экономического развития, это долговременная модель развития, которая должна давать достаточно хорошие темпы, потому что мир, особенно западный мир, как мы понимаем, вообще не растет. Он стоит на месте. И уже дело доходит до того, чтобы держать деньги в банке, нужно самому приплачивать еще в европейских банках. Это тоже отражение именно этого времени, потому что нет роста. Итак, как же страны реагируют сейчас на свои модели развития? Словакия определила, как свой приоритет, это новейшее машиностроение, это ИКТ. Венгрия, это новые технологии машиностроения, инновации в сельском хозяйстве, не просто, как мы строим сейчас великую аграрную страну, а именно инновации в секторе сельского хозяйства, ИКТ, услуги, разработку альтернативных источников энергии. Польша, внедрение инноваций тоже в сельском хозяйстве, легкой промышленности, возобновляемые источники энергии, IT, телекоммуникации. Индия, это развитие стартапов где угодно, по любому поводу, со всеми возможными стимулами, которые только можно себе представить. Это так называемый в прошлом году главный приоритет кабинета министров, это стартап Индия Action Plan, который предусматривает все, специальные фонды для того, чтобы было финансировать стартапы, колоссальные дотации, если регистрировать до 80%, если регистрировать патенты, то есть, лишь бы что-то делали. Колоссальные налоговые льготы, не только первые три года никто ничего не платит, никто никого не проверяет, и более того, ничто не сертифицируется. При этом, открыты шлюзы для любых финансов, если они только нужны. Вся система финансов для этого есть. Еще просто это, может быть, шокирующие данные для представителей нашего правительства, но если ты должен заплатить налоги, продавая частную собственность, и если ты хочешь инвестировать в стартап, то эта сумма твоих инвестиций будет вычтена из тех налогов, которые должен заплатить государство. То есть, каждый человек становится распорядителем бюджета в инновационной политике создания стартапов. Мы смотрим на Великобританию сейчас, в основном, как только что я вспоминал, ситуации с Брекситом. И как-то не очень на первом плане обсуждается, что самый свежий документ, он датирован январем 17-го года, вот такая толстая штука, это называется Building Our Industrial Strategy, то есть новая, по сути, промышленная революция, которая обязана быть запущена, пока еще процедура Брексита еще реализуется. И начинаются разделы, которые есть. Ну, понятно, что вначале должно быть введение, потом, значит, Green Paper. А первый пункт – инвестиции в науку, исследования и инновации. Следующий пункт – Developing Skills, образование, третья инфраструктура, имея в виду, а какие у вас есть фонды, какие у вас есть законы, которые все начнут помогать вам все это делать. То есть, ну и понятно, что дальше, так сказать, стандартные вещи, как нужно совершать закупки, как нужно делать, так сказать, чистую энергетику, развивать, ну и подобные вещи. То есть, все вот это, то, что сегодня есть, и раздел, который имеет отношение к сегодняшней дискуссии, это раздел того, что мы всего лишь 1,7% выделяем на R&D, в то время, как Европа – 2,4%, а страны такие, как Финляндия и другие, 3% ВВП. И тут же Тереза Мэй принимает уже решение, уже с этого года, добавляет примерно по 2-2,5 миллиарда долларов в год на исследование, для того, чтобы начинать уже, по сути, выполнять вот эту программу. Еще, может быть, некоторые примеры. Немецкое правительство с 2006 года уже три подобных инициативы тоже сформулировало. Последнее относится к 2012 году стратегии развития промышленности. и общее название этого документа, одно, то есть, к 2020 году, High-Tech Strategy Action Plan тоже. Для развития только институциональных основ этой стратегии выделяется по 10 миллиардов долларов в год. задача создания интернетизированной промышленности к 30-му году, имея в виду роботизация, короче, создание уже основ индустрии 4.0 к 30-му году. Франция имеет свою инициативу, это так называемые 34 инициативы в отношении будущего индустрии Франции. Задача в основном промышленности, обновление промышленности за 10 лет создать только в новейших областях индустрии 450 тысяч рабочих мест. Это именно речь идет о тех высококачественных хай-тековских местах, которые имеют особую ценность, как дополнительные. в Голландии Smart Factory, в Великобритании я сказал, но у них еще есть там High Value Manufacturing Кетепалт, в Италии Fabrica Del Futuro Made Different в Бельгии, сделано в Китае 2025. Кульминацией этих всех стратегий я хочу еще раз напомнить, это коммунике, подписанное в Шанхае в прошлом году, всеми 20 странами, где существуют три главных приоритета, три кита, на которых должна строиться динамично развивающаяся экономика. Это научно-инновационное развитие, это новая индустриальная революция и цифровая экономика. Финляндия очень интересную инициативу проявила, назвала она 100, не просто 100, символично цифра 100, а это в конце education, то есть цель которого изучить, куда должна двигаться система образования, чтобы она оставалась все время актуальной в течение последующих 100 лет, не 10 лет, а 100 лет, ну это почти как денсиапиновская стратегия реформ рассчитана на будущее поколение. В рамках проекта будут проинтервьюированы 100 носителей перемен в области образования, проанализированы исследования 100 лучших образовательных проектов по всему миру, испытано 100 финских образовательных инноваций в школах по всей стране. Американцы год назад отказались, это очень актуально для Украины, вот обратите внимание, откуда у нас пошла вот эта вся тестовая система, да, заплатил за нее по полной программе СОРОС. Происхождение было из Америки, но даже когда оно пришло из Америки, находясь во многих университетах, я просто допытывался, а вот насколько влиятельна этой системы для поступления. Больше чем 30% вклада этой системы в эффект поступления я нигде не обнаружил, по сравнению с нашей почти стопроцентным результатом. Так вот, реформа образования No Child Left Behind ни одного отстывающего ребенка, которая фактически была направлена на таскивание детей, на сдачу тестов, перешла к другую концепцию Every Student Succeeds Act. Каждый ученик успешен. Потому что суть, показатель успешности школы, это не баллы за тесты, а успешность и готовность каждого ученика к колледжу, к университету и к карьере. Причем, когда мы видим, что какие еще придумываются некоторые эссы, которые должны написать студенты, то сразу находишь, а вот каким образом они начинают задевать и определять уровень то, что сейчас называют эмоционального интеллекта, умение человека и глубину понимания процессов, глубину адаптивности к образованию какого-то процесса, в который ты включен, насколько ты широко мыслишь, насколько ты креативен, по тестам явно это не найдешь, да? А вот эти эссы, которые они пишут, являются на сегодня одним из главных таких экзаменов, по которому изучают человека на экспертном уровне, когда речь идет о вступлении в университеты. Стандарт одинаковые тесты больше не спускается сверху, давайте посмотрим на наш опыт, отдаются на откуп штату, при этом обязательные тесты остаются как индикатор общего уровня образования. Часть реформ стала программа поддержки инновационных проектов в школах, на которые выделяются многие миллиарды долларов, чтобы люди учились творчеству. Интересный опыт во Франции переход от годовых на трехлетние циклы, когда речь идет об интердисциплинарности, но это может быть даже отдельная тема. И как вот говорила Екатина Викторовна Висов Банович, сближение всех институтов, которые имеют отношение к образованию, это сегодня вызов у всех. Школа близка к университету, научные институты близки к университетам. Все это вместе, как ландао-центр, как открытые двери для детей, которые устраиваем мы в нашем НТК институте монокристаллов, это все служит одному, мы находимся на правильном пути. Возвращаясь к началу выступления тем задачам и планам, о которых мы говорили, возвращаясь к задачам нашей страны, мы убеждаемся, что задачи образования и наша тема дискуссий, она значительно определяется, какую страну мы строим, потому что все это в конце концов направлено на какое-то видение страны. Видение страны, к сожалению, сегодня является по-прежнему актуальной задачей, потому что слишком уж серьезно отнестись к так называемым топ-10 стратегии Украины 2020, ну, может быть, это был первый документ, который был написан еще в 2014 году, пора уже сказать, что он имеет никакой актуальности, если даже нету вопроса, нету раздела инновационное развитие. Все реформы, которые написаны от медицинской до судебной, реформы надо осуществлять, но ради чего, какая конкретная цель, и вот в этом тоже стоит задача, и мы можем сравнивать сейчас те стратегии, которые готовятся другими государствами, видим, что наша далеко не попадает вообще никуда абсолютно, даже с некоторыми глубоко ошибочными вещами, такими, например, как, ну хорошо, борьба с коррупцией, она превратилась как в самоцель, я вспоминаю в Киеве осенью последнюю конференцию международную по экономике и выступал, один из самых издаваемых на сегодня экономистов мира, который работал во многих странах и был консультантом, Эрик Райнерд, он на этот вопрос говорил, вы знаете, я вот смотрю, вы слишком много занимаетесь коррупцией, вот, я знаю только один способ борьбы с коррупцией, это устойчивое, динамичное экономическое развитие, вот, но, и мы видим, что сегодня, вот, то, что мы не определили, по сути, виднее страны, у нас на одну треть увеличивается количество студентов, которые поступают в другие вузы, да, классический уже пример, но страны, в общем-то, не самого лидера в образовании в высшем Польше, больше половины студентов иностранных, это составляет украинцы. Самыми популярными странами, куда поступают наши выпускники, это Польша, Германия, Россия, Канада, Италия, Чехия. Льготы для иностранцев, которые заканчивают магистрские специальности, уже настолько мощные в разных европейских странах, которые понимают, где что плохо лежит, можно и себе бы, так сказать, взять, уже определено даже в Европейском Союзе нормативный документ, который подписывает всем странам срок 9 месяцев после окончания университета, чтобы было на трудоустройство. Я думаю, что и до годика дойдет, как в некоторых европейских странах. дойдет, что мне казалось бы, чтобы все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они ложились в некую общую, такой общий тренд, общую задачу, которую мы должны сами сформулировать себе. Это четкая государственная политика в образовательном процессе, исходя, безусловно, из национальных стратегических приоритетов. Начинать нужно это с последнего, что мы строим страну, которая находится как раз в том, по той дороге мы идем, как идут сегодня, как минимум, 20 лидирующих экономик мира. Такого документа у нас, к сожалению, еще нет. То есть, по сути, нам нужна стратегия высокотехнологического инновационного развития, где главная роль отводится науке, качественному образованию, ускоренному развитию человеческого капитала. И это действительно должна быть альтернатива вот этому тупиковому сценарию, который, к сожалению, развивается сейчас у нас. Критерий правильности развития мы понимаем один. Когда наши талантливые дети в школах, когда талантливые студенты нужны в первую очередь своей стране. Вот это главный критерий, который ни цифрами не назвать, а если мы это почувствуем, значит, действительно, страна развивается правильно. Где расходы на образование, это есть не расходная часть бюджета, а имеет качество самой высокой и эффективной инвестиции. второе, это нужно срочно отказаться от шаблонов копирования навязанных, устаревших моделей. Ведь посмотрите, вы идете, скажем, в Чехии, поступаете, там есть аттестат с вкладышем, как было в советское время, и экзамены, точка. Не найдете вы в Европе той модели, по которой все почти зависит от ЗНО. нет такого. И в Соединенных Штатах такого уже нет. Вот я посмотрел, как в калифорнийских университетах, там минимум существует, кроме тестов, три еще составляющих. Три составляющих, как минимум, которые более определяющие, чем эти тесты. И чем скорее мы отойдем от этого, чем меньше будет время отвлекать на натаскивание детей, для того, чтобы они занимались более творческой работой. Нужно признать, что была сделана огромная ошибка. Не упираться вот так, знаете, по баранье как в стену, а понимать, что нужно искать выход из-за того положения. Опять-таки, исходя из того, что делают сегодня европейские страны, если уже мы в условиях работаем договор об ассоциации, мы занимаемся процессом евроинтеграции, а тут как будто остались реально в прошлом столетии еще. Я хочу напомнить одну вещь, кстати, в этом месте. Я помню, ровно 8 лет назад, в 2009 году, мы проводили под эгидой народной академии заседание центра вместе с Вильсов Банычем, советом ректоров вузов, и мы обсуждали, вот эту фотографию мы нашли, мы сидим в другом зале, да, там было много людей, не за круглым столом, где мы с вами все вместе тогда еще пришли к тому, что самая пока оптимальная была бы модель для Украины, когда одна треть эффекта поступления в университеты это тесты, одна треть это экзамены, и одна треть это результаты учебы человека в школе. 33, 33, 30%, потом какое-то время, я помню, существовало в 10-м году эффекты от аттестатов, сейчас уже перестал следить, потому что к сожалению мрачновато выглядит сейчас политика, которая идет в оценке знаний. И самое главное, третье, что я хотел бы сказать, это задача готовить молодых людей, которые должны работать и жить в новой реальности в условиях индустрии 4.0. Без нее страна не может вообще быть и оставаться в любом понимании, как суверенная страна, существующая и на что-то еще претендующее. Поэтому пункта, который я предлагаю для сегодняшней главной задачи, следующая. Первое, сформулировать осмысленное видение будущего нашей страны. Второе, пересмотреть перечень предметов и специальностей, исходя из потребностей экономики в условиях 4-ой промышленной революции. Третье, сформировать адекватную, гибкую и неформализованную систему оценки знаний в процессе обучения и отдельно для поступления в ВУЗы. Это должны быть именно современные системы оценки, отражающие в первую очередь глубину знаний, креативность, творческий подход и задатки эмоционального интеллекта. Четвертое, пересмотреть законы о науке высшем образовании с целью реальной интеграции науки образования и уйти от этой схоластики аргументированности, которая, несмотря на все слова и болтовню, которая была в начале предпринятия этих законов, что нужны академические свободы, демократизация высших учебных заведений и науки, превратилась в такую рутину заорганизованную, что там нужно для того, чтобы решить какие-то кадровые вопросы, вопросы организации работы, буквально каждая запятая прописывала в законе, причем это дело по инициативе нынешнего правительства и нынешнего министерства образования, большому сожалению, это все нужно ломать, сделать схему, в которой вуз и институт научный работал бы вместе, кроме меморандума о хороших отношениях, ее нет такой схемы до сих пор, она обязана быть. Я думаю, что если даже сделать такие вещи, мы только так сможем как государство достойно войти в новое время. Спасибо за внимание. субтитры